В 74-м проходил Кубок Мира, и команда Голландии прибыла в Германию вместе со своим лидером Йоханом Кройфом, который к тому времени уже получил солидную репутацию в футбольном мире. Германия была фаворитом на протяжении пяти лет. Они доминировали в Европе, и все те пять лет мы выглядели дураками. Но это было неправдой. Такие звезды, как Йохан Эстинс, Джонни Рэпп и сам Кройф не могли выглядеть дураками. И теперь в Германии они показали миру принцип тотального футбола. Кройф легок, как ветер. Он преодолевает препятствия, словно олимпийский чемпион по барьерному бегу. Уже в начале матча Кройф и Сурмьер организуют голевой момент для Рэпа. 1-0. Мы просто атаковали, и все делали то же самое. А потом это перешло в так называемый тотал-футбол. Во втором тайме Рэп забивает еще один мяч. В матче против Швеции Кройф продемонстрировал движение, которое лишний раз подтвердило его уникальность. На поле и на тренировках я никогда не делал трюков. Это просто внезапно пришло мне в голову во время игры. На газоне лежал мяч, и мне необходимо было его увести. А этот оборот стал самым легким путем это сделать. Первый свой гол на первенстве Кройф забил только в матче второго раунда против Аргентины. Правда, сразу добавил на 90-й минуте еще один. Также Кролл и Рэп отметились по одному. Итог 4-0 с Аргентиной. Оранжевая машина великолепно себя показала, но самое большое испытание было еще впереди. Тогда мы играли с лучшими из лучших, с любимцами мира, бразильцами. На 65-й минуте матча Кройф забил невероятный мяч, который обеспечил Голландии проход в финал. Футболисты прибыли на Олимпийский стадион Мюнхена весьма сдержанными. Я знал, что мы стали намного лучше, мы почти ничего не боялись. Это был экстраординарный старт для финала чемпионата мира. В первой же атаке из глубины поля Кройф на скорости ворвался в штрафную и заработал пенальти. Шла вторая минута матча. Йохан Эскин слегка его реализовал, а потом Голландия была разбита. Это было поражение. Поражение всегда сложно пережить, особенно учитывая качество нашей игры. Менталитет победителей и стремление все завершать до конца. Благодаря голам Брайтнера и Герде Мюллера Германия вышла вперед. Я думаю, мы играли слишком осторожно и вдобавок упустили столько возможностей и деталей. Да, мы играли довольно хорошо, но все же маленькие детали мы упорно не замечали. Вот так Кройф и сборная Голландии привлекли внимание всего мира. Команда, которая чуть было не победила самих немцев. Все же мы получили большой опыт. Кройф и его команда 1974 года стали вдохновением для всех последующих футбольных поколений. Да, Йохан действительно похож на родоначальника голландского футбола. Они тогда вдохновили много местной молодежи. И я думаю, что все юноши мечтали играть как Кройф. Но чувствуя огромное напряжение и нагрузки в клубном футболе, Кройф решил, что это будет его последний Кубок мира. А еще он чувствовал себя слишком оторванным от семьи. Меня не взяли на чемпионат 1978 года, потому что у меня были проблемы дома, проблемы с какими-то людьми из федерации. Поэтому я сказал себе, что у Голландии есть еще много талантливых футболистов. Поэтому лучше пока остановиться. В 1974 году Кройф доказал, что он лучший футболист мира, получив третий золотой мяч. Он феерил в Барселоне. И для многих был самым значимым игроком, когда-либо игравшим за синегранатовых. Йохан изменил город и страну, потому что за время в команде он произвел настоящую революцию. Он был словно глоток свежего воздуха. Его обожали и любили все. После пяти лет в Барселоне, 48 голов в 143 матчах Кройф оставил футбол. Но ненадолго. Я переехал в США, чтобы получить еще больше опыта. Кройф провел в Америке три года, а потом понял, что пора домой. И в 34 он вернулся в Аякс. У него было что-то вроде предчувствия, что должно произойти. Иначе не объяснить, как он забивал свои невероятные мячи. Я думаю, это те самые моменты, когда я был действительно горд, потому что мои одноклассники и все в доме, когда он играл в футбол, были в восторге. Да, это действительно были неповторимые моменты. Но впереди было еще много неповторимых моментов. Например, пас с пенальти. Он забил 14 голов в 36 играх после возвращения в Аякс. Когда Йохан стал тренером, то выиграл кубок обладателей кубков в 87-м. Мяч в финале забил протеже Кройфа Марка Ван Бастен. Я работал, чтобы быть сильным внутри, чтобы достичь того, чего я желал. То, как я играл за Голландию, то, как я играл за Аякс. Я был уверен, что не должен забрасывать все это и должен создать это и здесь. Вот чего я хотел. Когда Кройф вернулся в Барселону, то стал прививать команде стиль, какой он хотел. Это потом назвали «Эль Дрим Тим». Каталонцам довелось снова победить Реал со счетом 5-0. Барселона дала Кройфу возможность наглядно показать свою философию футбола. Йохан и его команда находились в полной гармонии. Они были созданы друг для друга. Ну а, пожалуй, самым большим достижением Кройфа за все годы работы в Каталонии была победа в Кубке Европейских Чемпионов 92-го года. Рональд Куман забил мяч в ворота Самбдории на Уэмбли. Это была именно та команда, которую я хотел создать. Теперь для всех в Каталонии это была не просто победа, а путь, с помощью которого они ее добились. Нет, мы не просто играли, мы наслаждались игрой. В Барселоне это было именно наслаждением, а не просто победами. И даже сейчас жизнь Кройфа связана со спортом. Его институт спорта получил известность во всем мире. Он помогает атлетам начать карьеру. А его благотворительные программы помогают детям-инвалидам, у которых почти нет шансов реализоваться в спорте. Я так счастлив видеть этих детей. Не то, как они страдают, а видеть блеск в их глазах. Это что-то очень хорошее, прекрасное. Я думаю, мне очень повезло, что я могу сделать что-то хорошее для этих ребят. Все началось на футбольном поле в Амстердаме. С первых дней его карьеры о нем говорили, как о самом великом игроке всех времен. Я думаю, его имя запомнят надолго. Его запомнят так же, как Марадонну и Пеле. Остальные же смертные, они приходят и уходят. Йохан Кройф, Марадонна, Пеле, Эсебио. Все они были замечательными игроками, но Йохан был самым великим. Мы можем гордиться им, да мы и должны им гордиться. Но только когда появляется повод для гордости, не стоит думать об этом слишком долго, потому что вы могли этого и не получить. А у меня была великолепная карьера. И я действительно тогда гордился собой. 22 октября у Йохана Кройфа диагностировали рак легких. Мы искренне желаем здоровья легендарному футболисту, выдающемуся тренеру и удивительному человеку.